Я хочу просто поблагодарить всех наших участников, которые сегодня говорили открыто, искренне, эмоционально, но от души. Самое главное, сегодня есть люди, которые не сегодня начали говорить о существующих проблемах, когда весь мир позволил это говорить. Эти люди, наши участники все, эти люди, которые об этом говорили еще десятки лет назад. Есть те, которые десятки лет назад говорили, есть те, которые много лет назад говорили. Но их отношение к этой трагедии, к этой проблеме было точно такое же. Они понимали, что до тех пор, пока мир не осудит Россию за трагедию в Чечне, что Россия будет продолжать совершать преступления. Да, можно говорить, что система давлеет над этой массой, которая называется русский. Мне кажется, что Инна права. Вот эти системы, вот эта масса, она создает их. Путин был просто исключительно востребован вот сегодняшним российским обществом. И несмотря на проливаемую кровь, и несмотря на то, что русские или Путин фашистствуют в Украине, у которых находятся родственники в этой стране, они, однако, верят Путину и поддерживают Путина, и желают ему победы. Вот это люди, они должны лишиться самого главного, не жизни. Вот у них есть понимание, что это самая большая страна, это самая большая страна и самое большое население, и ресурс у них, у них все самое-самое. Вот до тех пор, если сегодня, исходя из того, что Россия делает Украине, мир не сделает и не лишит этих людей, вот этих самых-самых, по территории, по ресурсу, речь мы не требуем, мы не должны жаждать кровью убийства от всех этих людей. Это Кадыровы могли, Кадыров старший, который призывал чеченцев убить каждого 150, каждого чеченца убить 150 русских. Джохар Дудая всегда говорил о мире. Кумиром у русских стал Ахмад Хаджи Кадыров, который призывал убивать русских. Из каждого чеченца он призывал убивать 150. А Джохар Дудая говорил, нам нужно выстроить отношения, чтобы мы жили нормально, чтобы мы сосуществовали, чтобы мы дружили. Но выбор русское общество сделал в пользу Кадырова. Вот это показатель состояния, душевного состояния этого общества. Я понимаю, когда какой-то рязанский мужик говорит о том, что Джохар был бандитом, наслушавшись и подвержены вот этой российской пропаганде. Но когда об этом говорит Нилов или Ходорковский, интеллектуалы и либералы, которых весь Запад носит на руках, когда они говорят о том, что был дудаевский преступный режим, это вот показатель вот этого состояния души этого общества. Они должны лишиться этого. То есть они должны, эта страна должна трансформироваться в какое-то... Если это Пономареву не нравится распад России, будем говорить трансформация России. Россия должна трансформироваться во что-то другое, чтобы они сами жили и они другим дали жить. Чтобы вот он не находился в Польше и в изгнании. И в то же время, находясь в изгнании, они умудряются защищать сегодняшнюю Россию. Это не сегодня началось. Это еще с белой эмиграцией. С белой эмиграцией Советский Союз начал войну против Польши вместе с Гитлером. А белая эмиграция стала вливаться в военные силы, в армию, в советскую армию, с тем, чтобы сохранить Великую Россию. Их изгнали, но они потом решили пойти на службу тем к своим собственным палачам. То есть нужно, чтобы эта страна географически и территориально изменилась. И после этого они будут жить нормально. И для них это должно стать благом трансформации. Я уверен, что наши друзья и сегодня украинский народ, благодаря украинскому народу, весь мир сегодня понял, что с ними нужно разговаривать только таким образом, каким они разговаривают. Если он шантажировал 15 лет ядерной дубинкой, то сегодня ему очень четко дали понять. Борис Джонсон и Байден сказали, «Хорошо, если ты хочешь дубинкой помахать, помашем все вместе и посмотрим, во что это выходит». И что произошло? Самая главная стратегическая задача Путина, оказывается, это не допустить мировой войны. Чтобы война закончилась на Донбассе и Луганске. То есть Джохар Дудай, опять-таки, я возвращаю, он всегда говорил, с Иваном можно дружить в тот период, пока у него течет кровь из-под носа. Как только засыхает кровь, нужно дать по носу, чтобы она потекла. А если спросит, за что, сказать, было бы, за что, убил бы. Вот тогда он с Тами дружит. А в других случаях дружбы с русскими не получается. Не получается дружбы с русскими на равных. Если ты его плебей и пехотинец, как сегодня Кадыров, он тебя будет облагоденствовать. Он будет служить тебе, дарить тебе подарки и позволять тебе возвышать тебя, делать тебя академиком, героем и супергероем. Но если ты захочешь с ним говорить на разных, на равных, то ты враг, преступник и злодей, и террорист. Так что всем участникам огромное спасибо. Я вам всем признателен. И я уверен, что мы все вместе, иншаллах, победим это зло. И мы будем жить нормально и с русскими, и с другими людьми, которые признают за нами право жить на этой земле. По-своему, по своей религии, по своим обычаям, по своим традициям. И мы им будем позволять делать то же самое. Амнат, спасибо, и дорогие, всем вам огромное спасибо. Спасибо, Амнат.